Всем привет! Это последний эпизод серии сюжетов, в которых мы рассказываем вам о женщинах, уехавших из России со своими мужьями после начала войны России с Украиной. Эти женщины и их семьи осели здесь, в Армении. Этот эпизод заключительный. В прошлых эпизодах мы уже спрашивали героиня политики о том, почему они уехали и о том, считают ли они себя привилегированными. А в этом эпизоде мы спросим их о будущем. Раньше эта серия называлась «Жены айтишников», но наши зрители сказали, что такое название обижает и объективизирует женщин. Из этого названия кажется, что женщина как будто является придатком или дополнением мужчины. Но мы в этой передаче хотим сказать как раз обратное, поэтому название мы решили сменить, а наши зрители благодарим за такое внимание и желаем всем приятного просмотра. Как ты думаешь, надолго вы в Армении? Да. Здесь такая работа, которая мужу безумно нравится. То есть это не работа за деньги, хотя куда без них. Это работа, которой он горит, где наконец-то нет вот этой токсичной среды, классической российской руководитель и подчиненный, где тебя уважают, дают тебе возможность творчества, несмотря на такую сложную и четкую работу, как программист. Ну и тем более то, что в России уже очень популярно, те же свопы. Здесь практически не популярны или здесь вообще этого нет. В России, даже если бы я хотела что-то сделать подобное, мне бы пришлось конкурировать. Я не смогу выжить в конкуренции. Но здесь я могу делать то, что в России уже очень популярно, а здесь этого практически нет. Я могу здесь делать своп, я могу здесь делать исторические танцы. В России исторических танцев хоть попы жуй, а здесь мы одни. И если кто-то хочет танцевать с нами, кто-то танцевал в России, он приходит к нам. У нас есть следующая цель. Мой муж получает сейчас визу таланта в Великобритании. И, соответственно, куда-либо переезжать, мигрировать, пока происходят эти процессы. Плюс у моего мужа также выпуск игры свежий, было бы нерационально и сложно для моего мужа. Некоторые в Таиланд переезжают пожить, во Вьетнам, кто-то в Грузию. Я предлагала такие варианты в целом, но мне муж объяснил, что с его точки зрения было бы лучше быть на одном месте и дожидаться визы уже в то место, где мы будем дольше жить. С моей точки зрения есть тоже определенный фактор, потому что я занимаюсь комьюнити Дилижана. Мне тоже было бы нежелательно уезжать на определенных этапах того, что здесь происходило, потому что людям нужна помощь. Я это говорю не с какой-то такой, знаете, типа, ой, я так... Во мне так сильно нуждаются, или что я жертвуюся против других людей. Для меня это выбор связан с моей профессиональной идентичностью, с моими компетенциями. То есть я психолог, для меня раньше важно было, то есть моя идея вообще в психотерапии была о том, чтобы сделать общество здоровее через индивидуальную историю людей. Когда люди более здоровые, более счастливые, живут с хорошим качеством жизни и в согласии с собой, и с окружающими, они, в принципе, этот мир делают лучше. Вы же будете еще с Еленой Ерфиловой разговаривать, насколько я знаю, после меня там, да, и вот огромная ей благодарность от всего нашего сообщества, потому что она же переехала раньше, она создала эти чаты, она их с точки зрения психолога модерирует. Какие-то определенные открытые конференции она проводила, да, когда она объясняла, что у всех у вас будут такие качели психологические, вы будете долго торговаться с тем, что вы потеряли, и с тем, что вы приобрели, приобрелили, как себя чувствовать на новом месте, ободнозначно вот это состояние депрессии будет у каждого, через него нужно пройти. Вот это все как бы хотя бы транслировалось, обсуждалось, говорилось, и ты понимаешь то, что ты такой не один. И то, что так же тяжело, оно мне особенно, мне даже еще до Лениных вот этих вот открытых мероприятий было понятно, потому что я видела, какие дети. Просто они сейчас очень сильно эмоционально заряжены. Даже не сами, может быть, переживают переезд, а видят, как родители переживают. Это же тоже транслируется. А ребенок же, он же зеркалец, особенно в этом возрасте, все, что происходит. И мама расстроена, мама очень нервничает, папа расстроен или еще что-то. Это все равно видно сразу, как ребенок себя ведет. И поэтому, когда ты начинаешь работать с этими детьми, они как-то все вот немножечко какое-то, вот у них есть такое поведение, где-то склонные к агрессии, где-то, ну, тяжело было собственным ребенком, потому что я стала не просто мамой, еще и учителем. Полгода у нас такая шла адаптация, ревность по отношению к тому, что мама еще оказывает внимание другим детям. Ну, это было нужно вот как-то переварить, пережить. Поэтому я видела, как непросто людям и непросто детям. Потому что это, ну, это жизнь с нуля. Я думаю, что есть смысл сказать, что у меня папа армянин. И на самом деле в Армению я уже хотела приехать давно, хотела получить гражданство. Мой папа, получается, он армянин, и он жил в России практически всю жизнь. И когда я сюда прилетела, когда я стала ознакомиться с армянами, вообще с их культурой, я вдруг очень сильно стала понимать его, своего папу. Очень много каких-то таких вещей, которые, может быть, даже люди, когда живут здесь, они не замечают. Вот эти вот какие-то ценности, письменность, какой-то сложный язык, он древнее, чем иврит, например, вот эта вся история. Вот это про Рарат, монастыри. Само состояние здесь, какой-то свободы и творчества. Мы были на фестивале вина. У меня была такая мысль, что я здесь вообще какой-то инопланетянин, потому что люди вокруг, они живут, радуются. А я иду и понимаю, что я как будто хожу в каком-то таком, как сказать, пузыре, что ли. То есть нам нравится то, что в Армении сейчас действительно есть демократия. Когда здесь в Дилижане был какой-то субботник, когда тот же самый Никол Пашинян, он вышел, посмотрел, поучаствовал в этом субботнике, сфотографировался с нашими девочками. Это же просто вот прям буквально на уровне «мы с тобой». Я не представляю, чтобы Владимир Владимирович Путин без заготовленных фраз, без заготовленных людей пришел, поубирался и поздоровался, сфотографировался. Мне кажется, это здорово, это дорогого стоя. Это тоже одна из причин, по которой я хочу остаться в Армении, потому что здесь к детям относятся абсолютно не так, как в России. В России, я бы не сказала, что люди злые, да, люди разные, но общий фон, когда ты выходишь куда-то с детьми, это, ну, мол, куда ты, куда ты выперлась? Ну, сиди дома. Возможно, кто-то тебе поулыбается, но чаще всего ты будешь сталкиваться с недовольными взглядами. Здесь в разу лучше с этим. Здесь всегда помогут все открыты и очень много поддержки. Здесь пока еще есть вот это вот. Ну, ты же мальчик, чего ты плачешь? Или шлепнуть на улице. Тоже здесь вроде как допустимо, и никто за это не скажет. Если ребенок упал, ну, просто идет годовалый, он только научился ходить, он идет, идет, шмякнулся там в полармении и прибежит его поднимать. А у меня, как бы, позиция, ты упал, вставай и пойдем дальше. Но он же может встать, он учится. Здесь можно словить небольшое осуждение, что чего ты, мать, стоишь? Поднимай ребенка. Но это мелочи. Я расскажу одну историю, которой со мной поделилась участница СВОПа. Она живет неподалеку от собора Григория Просветителя, вот этот большой в парке, Рита Сартакан. Там есть скейт-площадка. И она как-то видела ситуацию, когда там катались детишки армянские, лет 8-10. И там катался среди них русский мальчишка на скейте. Катался неплохо. И туда же пришел малыш. И он мешал, разумеется, мешал мальчишкам постарше. И этот русский мальчик, он начал на него гнать, и достаточно агрессивно. Из-за него вступились все армянские мальчики. Притом вступились так, что, мол, ты тоже был маленьким, ты тоже не умел кататься. Он учится, он тебе мешает? Ну, не катайся. Не надо его обижать. Ситуация для России, мне кажется, немножко нереальна. У меня была мысль, что все-таки к школе Ваньки, к которому сейчас 3,5, вот к его школе надо будет вернуться в Россию. Потому что, ну, все-таки школа, образование чуть... Ну, есть различия. Сейчас я думаю, что я, пожалуй, бы хотела, чтобы мои сыновья впитали вот эту культуру, когда брат за брата, когда все друг за друга, когда нельзя обижать маленьких, когда надо к ним относиться вот так. Это меня покорило. А нет вот, знаешь, такого чувства, что вот вы переедете, допустим, в Великобританию, да? И ты тут столько всего сделала, и вроде как бы тебе снова с нуля начинать придется. У меня планы по рождению ребенка. Семья сейчас важна. То есть не то, чтобы на себя все свалить в плане Дилижан и замкнуть на себе. Мне не хочется этого. Это не здорово и не полезно. Я создаю площадку, чтобы они были менее зависимы от администратора и просто поддерживались. Вот ивенты в Дилижане тоже очень большая площадка, где размещают афиши про мероприятия, опросы могут делать. И там админ именно так больше поддерживает, но все люди делают самостоятельно. Просто есть уже порядки, которые согласованы. Много труда было, чтобы эти порядки установить, чтобы люди придерживались их. Причем я сказала, что я не могла в определенный момент уехать из Дилижана, потому что нужно было отлавить механизм так, чтобы он сам себя поддерживал. Вот. И моя следующая задача потихоньку отходить от Дилижана и потом заняться именно адаптацией. То есть я сейчас учу английский язык, я до этого не учила его, потому что я не выезжала, так была дочерью военного. У нас там у меня секретностью у него отца был. А потом ковид случился, когда у меня появились деньги на то, чтобы выезжать. И только один раз в Южную Корею выехала. Ковид. Ну и все, я потом в Армении оказалась. Вот. Ну, не было прецедентов, чтобы учить нормальный язык. Вот. Адаптироваться к языку, составлять какие-то ритуалы семьи, адаптироваться, помимо языка, к культуре. Я думаю, что важно будет и здорово, когда я буду беременна и рожу ребенка, там поездить по Великобритании, потому что перелетать будет сложно, но будет возможность классная путешествовать. У меня семья, приоритет. Я хотела всегда детей, я преподаватель, я днянечка работала. Надо понять, когда мы можем вернуться, и готовы ли мы будем вернуться, и что мы будем здесь делать, и как мы будем здесь все развивать, и кто здесь останется. Потому что мы все очень переживаем, останемся мы ли друг у друга, и вдруг у кого-то появятся рабочие предложения из других стран, и мы, ну, каждого человека из своего коллектива, мы уже не хотим терять, мы, наоборот, хотим больше людей сюда привлечь. Но давайте не будем загадывать. Просто заканчивается война, и мы приезжаем, я так не представляю. Должно что-то поменяться внутри страны, должны все люди, которые сейчас поддерживают спецоперацию даже, говорить тяжело это слово, они должны как-то что-то осознать, понять, они должны понять, к чему это все привело, их взгляды. Мне так кажется, только вот тогда, когда они готовы будут к этому диалогу, готовы будут хотя бы разговаривать о том, что все это было неправильно, тогда уже можно будет возвращаться. И опять же таки, я не знаю, что изменится, насколько, потому что мы же обсуждали с вами, что и вы в 90-е выросли, и я в 90-е в Самаре выросла. И это было мое счастливое детство, но когда я вспоминаю, у меня вот прям вот холодок такой, и дрожь бежит по телу, потому что я бы не хотела, чтобы мой ребенок такие вещи видел, которые я видела в детстве, которые казались мне нормальными. Ну, конечно. А вы не беспокоитесь, что ваша дочка, например, может забыть русский язык? Ну, нет. Ну, сейчас точно нет, потому что мы в Дилижане, потому что у нас есть свой класс с нашим образованием, с сильными его сторонами, с нашим русским языком, и это комьюнити. А вот в дальнейшем, какой выберет она себе в жизни путь, и куда она поедет, и сможет ли поехать? А куда вы думаете дальше ехать? Или оставаться в Армении? Ну, на самом деле, нам здесь нравится, да, то есть с какой-то позицией, что для здоровья, для психологического состояния, а так вообще, в принципе, я хочу быть гражданином мира, чтобы не было границы, чтобы люди тоже понимали, что современность, она безгранична. Да, я понимаю, что здесь война тоже, да. И мне, кстати, моя тетя тоже говорила, куда ты едешь, Армения, там же рядом Карабах. Но почему, например, сейчас говорят про этот конфликт? Почему не думали о том, что была в Сирии, в Ираке, о том, что было в Югославии, там, и раньше все-все-все. Почему вот сейчас, значит, от нас коснулось, мы поэтому беспокоимся, так страшно. Но это же всегда так было, да, и то, что здесь, это тоже происходит, да, вот такие вещи. И этот момент, он, конечно, про реальность, про то, что невозможно найти идеальное место, да, где прям вообще будут тебя ждать, ну, на Бали, может быть, там у них такое, и то там начинают их зажимать уже, да, русских. Если что, добра добра не лишают, нужно просто понимать, что мы везде гости. Смотреть не на то, что здесь не все как было, а на то, как есть здесь, да, то есть изучать это, смотреть, плеваться. Потому что такая позиция, что, типа, блин, почему здесь не все не так, мне все не нравится, да, здесь много чего хорошего. А не думаете уезжать куда-то в Европу или в Америку? Нет, я не выжила в Европе и в Америке тоже. Там все слишком не такое. Я побывала в Австрии, в Чехии, в Словакии. Нет, это не мое. Возможно, мне поэтому в Армении так хорошо, что здесь очень похоже на Россию все-таки. И русские вывески везде. И люди говорят по-русски, и продукты те же самые из России привезенные. В Америке это не моя мечта. Съездить один раз, да. А какая мечта? Дом на природе. Моя мечта это большой дом на природе. По сути, то, что здесь сейчас, но свое. Идем к этому. Маленькими шажочками идем. А вы думаете о том, вернетесь ли в Россию, например? Мой муж говорит, что, скорее всего, нет. Мой муж говорит так, потому что у него мрачные прогнозы по поводу того, что происходит. Я считаю, что моим детям, по крайней мере, нужно предоставить выбор. То есть я точно буду учить их русскому языку. Но когда появится возможность нам переехать, мне бы хотелось. Это просто здорово. Я просто, находясь здесь, здесь очень дружелюбно всегда по языку, я понимаю, что здесь легче, чем будет в другой стране. Я не знаю, как кого мне там будет в другой стране. Потому что, опять же, миграция, это все проходить заново. Я не знаю, как скоро я захочу переехать снова в Россию. Пока я просто живу тем, что сейчас происходит. Пока я понимаю реальность такая, какая она есть. У меня есть мечта вернуться в Россию. Действительно, есть мечта. Потому что, мне кажется, что будут очень нужны такие люди, как вы, как я, которые могли бы как раз-таки эту страну развивать дальше. Я не говорю, что я какая-то такая особенная. Ни в коем случае. Я бы хотела об этом рассказать, о том, как мы переживали. Просто это все на наших глазах происходит. Это действительно судьбоносно. такой момент. Не только для России, а вот для всего мира. И хотелось бы как раз с этим работать. Но насчет того, как я вижу сейчас, я вижу сейчас, наверное, в перспективе года на четыре, если все останется так, как оно останется. Я безумно мечтаю, чтобы наш коллектив родительский и детский сохранился вот в этом классе. Потому что мне посчастливилось здесь найти себя. в этом классе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...